решила взять камеру поехать конкретному доктору который занимается очень важными для каждой женщины вещами инъекциями красоты нужно так можно так ей 20 лет а уже она полностью обколота конечно у нее будет процесс и старения происходить значительно быстрее вчера мы вернулись с выставки который находился в измере мы летали туда мониторили рынок как-то свой возраст у наверно вам неправильно поставлю паспорт мне не нравится получается то можно а что нельзя делать период беременности в принципе без укола красоты можно жить но если ты хочешь выглядеть красиво конечно их надо использовать как понять куда стоит ходить а куда нет где тебя сделают красивая где тебя могут изуродовать всем привет друзья ну что мы сегодня решили показать жизнь как она есть вот такая не идеальная с мерседесами вокруг по сторонам и вообще полный фар что чтобы говорить ну что майские праздники естественно что все уехали куда-то отдыхать те кто не уехал отдыхать отключили телефон и все пытаются сделать вид что работы нет точнее она есть но как бы все отдыхают но при этом всем страшно хочется денег нам тоже хочется поэтому мы естественно в отличие от всех остальных людей работаем и наши участники шоу тоже работают что у них происходит вы обязательно увидите в этом выпуске но я сегодня решила дать вам в очередной раз еще полезной информации классной по нескольким причинам во первых я очень часто естественно получаю запросы на рекламу в инстаграм и куда угодно и мои подруги а в том числе а впереди лужа классная можешь прыгнуть в нее воля сейчас прожить обрызг много будет можно такой замедленная съемка чувак повелся так вот пойдем сейчас жизнь как она есть и обещал так вот получаем очень много запросов на рекламу потом обсуждаем с кем-то со знакомыми там рекламу и люди говорят рекламы не работает вот мы привели например свой салон 10 девочек они все написали посты но как-то это плохо сработало или там мы в своем ресторане кого-то очередная команда людей которые так вот почему эта реклама не работает и много раз пытаюсь объяснить и рассказать людям о том что сегодня люди перестают верить рекламе когда все прекрасно понимают что реклама покупается и что когда вы там кто-то пишет пост о вас или там еще хуже выкладывает какую-то вшивенькую stories и видно на лице человека что он вообще не понимает о чем он говорит это все отвратительно и безусловно люди на это не ведутся и сегодня если вы хотите чтобы ваш бренд куда-то продвигался с помощью лидеров мнений то одним из самых важных наверное образов является то брать таких лидеров мнений вернее которые действительно в это верят и которые готовы нести это по своей жизни рассказывать об этом пользоваться этим и вызывать кредит доверия уже искреннюю своей аудитории в нормальном языке это называется амбассадорство и у меня сегодня появляются подруги которые становятся амбассадорами брендов или амбассадорами каких-то конкретных компаний и естественно что ко мне тоже поступают периодически предложения рекламе и в некоторых случаях тогда когда я действительно мне нравится что делают эти люди или что делает их бренд мы начинаем разговоры об амбассадорстве о том чтобы становиться представителем бренда и о том чтобы нести ценности которые есть у этого бренда у компанию человека нести его в массы к людям то есть обучать этих людей чему-либо до или проповедовать эту культуру так вот сегодня а я как раз и хочу чтобы вы задумались над тем чтобы если вы уже продвигали свой бренд или с кем-то работали то в контексте амбассадорство выбирая себе людей которые будут действительно жить употреблять использовать и так далее и сегодня я как раз хочу вместе с вами решила взять камеру поехать как раз компании к конкретному человеку я бы даже сказала конкретному доктору который занимается очень важными для каждой женщины вещами инъекциями красоты это мой знакомый я уже знаю на протяжении какого-то времени вот последний раз мы встретились я взглянула на себя в зеркало он как так на меня посмотрел сказал ты много работаешь и начали много и долго общаться а выяснили очень интересные вещи и вот сегодня я хочу как раз познакомить вас с этим человеком взять на себя обязательства больше рассказать на тему девочкам того что такое инъекции когда к этим инъекциям стоит прибегать стоит ли колоть себя в 20 лет кому нужны губище а кому нет какие существуют всякие филлеры фигиллеры потому что всего очень много и сегодня очень многие девочки совершенно не в том возрасте начинают это использовать или использовать не по назначению или использовать где-то так что чтобы сэкономить потому что сегодня очень много мастеров приезжает на дом и в результате себя портят поэтому я считаю эта тема очень важно красивый хочется оставаться раз существует миллион способов для того чтобы это сделать значит можно их использовать но как понять куда стоит ходить а куда нет где тебя сделают красивая где тебя могут изуродовать так что сегодня у нас будет интересно ну что мы приехали к теодору я уже всем рассказала тебе которому я решила доверить свое лицо и мы взяли на себя смелость образовывать вас девочки вместе рассказывать о том вообще что такое инъекционная вся эта история кому надо и не надо колоть нужно ли этого бояться теодор ты готов я то приветствую кому и когда нужно задумываться о том чтобы делать себе какие-то инъекции есть два подхода первый подход это по показаниям когда уже организм стареет начинается старение в основном из 25 лет и второй показатель это бьютификация и от этого показателя мы должны и соответственно действовать что такое бьютификация бьютификация но это слово бьюти красота человек хочет что-то изменить своей внешности потому что ему кажется что он некрасивый бывает когда реально есть какие-то серьезные изменения в лице из рождения или в процессе жизни случились могут быть какие-то перекосы сильно выраженной асимметрии недостаточный объем губ будет быть и она из-за этого не реально там тоненький вообще тоненький и она из-за этого может комплексовать или их и казаться что она некрасивая почему бы и не сделать губы конечно можно скажет так это все надо делать в норму чтобы не делать уточку с девочки но это не так просто если допустит девочка увлекается процедурами бывает такое вот она увидела картинку инстаграме какой-то супер красивую модель но по сути она зарабатывает своим лицом если девочки стоит такая же цель она считает что ее красота недостаточно но опять же надо сначала психологически поработать с человеком зачем это надо ним и смотреть не будет нет ли противопоказаний большой плюс то что есть антидот на этот препарат допустим мы сделали человеку укол сделали губы а ей не понравилось мы берем антидот вводим специальное вещество называется его ранее да за первое вообще правило как участник для себя понимаю что если вы что-либо вообще хотите колоть узнавайте если антидот то что девочки все любят себе изменять да там и кроить себя не только с помощью шприцов но и вообще в принципе это как бы отдельная история ну то есть тут как бы правильно ты сказал нужно с каждой изначально работать и понимать причину но есть момент нашего естественного старения то есть тогда когда нам хочется поддержать не только кремом лореаль за 4 доллара который рекламирует что он сейчас делает нам лицо залитое светом когда нам действительно необходимо и можно задуматься о том что надо своему лицу помочь сохраните тонус кожи да там и так далее потому что вот меньше 35 и как ни крути лицо тянет в них первое самое основное когда начинать мы определяем какие явные процессы старения под уже есть на улице появляются морщины надо смотреть морщины это мышечного характера и из-за большой динамики мимики за то что выраженная мимика может появляться морщины как я если человек хочет что у него было растянутое лицо вообще без мимики можно и так делать но это неестественно если пациент захочет делать себе инъекции ботулотоксина первое что можно спросить у врача официальный ли препарат можно даже попросить документ на препарат когда выбрали мы уже когда уже укололи ботулотоксин принципе этого может быть для начала достаточно но может быть уже изменение в самой структуре кожи мимическое изменение кожи заломы кожи второе сама кожа структура кожи изменяется она какая отстает как бы недостаточно увлажненная можно так можно так проще всего если хотите посмотреть на себя как бы будет должны вы выглядеть если не было гравитации перевернитесь вверх ногами а уже пойдет туда если мы этим все можем заколоть вернуть ну все не все но большую часть мы можем вчера мы вернулись с выставки который находился в избире мы летали туда мониторили рынок конкурентов юрий и елена павлики владельцы фабрики детской обуви поларис семейному производству более 30 лет это семейный бизнес производство насчитывает 50 сотрудников до недавнего времени развивались только через крупных дистрибьюторов пришли в шоу с целью увеличить продажу в два раза и стать привлекательным и узнаваемым брендом для первичного потребителя а маржинальность у вас примерно до 20 процентов на данный момент мы обозначили следующие задачи разработка бренд платформы и визуальной упаковки для бренда создание хорошего интернет-магазина и настройка целевого трафика создание instagram стратегии с целью налаживания продаж мы приступили к работе по всем направлениям и ожидаем первых результатов но на самом деле мы ездили к производителям подошвы мы работаем с несколькими фабриками там в измере то посещали их шоу-румы для того чтобы спланировать зимний ассортимент нашли очень достойные образцы например такая на зиму с защитным носиком классная подошечка написали заказы которые ожидаем уже через пару недель должны нам продать да это фэшн и она очень-очень легкая это это файлонг на весну мы как бы себе его отметили но пока не брали это материал облегченный очень прочный как раз морозостойкий гибкий вот то что нужно как раз сегодняшним запросам наших потребителей помимо этого классно провели время на выставке вдохновились набрались тепла солнечного турецкого и вот заряженные полной энергии идей сейчас планируем ассортимент на зимний сезон ну кто-то планирует а кто-то его делает в общем мы работаем над этим да основная идея в принципе и контурной пластики это мы ложим на костную ткань дополнительно галуроновую кислоту которая восполняет как бы недостающую костную ткань это в каком возрасте надо делать в возрасте говорить сложно потому что надо конкретно подходить человеку и это личность на стол кого-то в 25 уже есть допустим на нем нарушено питание она не занимается спортом не досыпает и так далее конечно у нее будет процессы постарения происходить значительно быстрее но если она за собой ухаживает вот достаточно пьет воды правильное питание высыпается нормально хорошее эмоциональное состояние такие бывают люди а как вот знаешь определить вот этого доктора который просто не радуется тому что пришел клиент и сейчас я его заколю и начинается тебе тут и лоб и нос ей 20 лет а уже она полностью обколота но как-то определишь порядочность человека или непорядочность это сложно определить ты же не можешь знать наперед я приду туда и все будет хорошо или по репутации доктора или потом по отзывам в лучшем случае как рекомендуется сходить несколько врача пришла к одному он тебе рассказал то что он предлагает пришла к другому посоветовалась получила консультацию что он предлагает ну принципе без укола красоты можно жить но если ты хочешь выглядеть красиво конечно их надо использовать и вот этот момент когда делать первый раз ну 50 уже как бы первый раз поздно ну да вот я тоже часто слышу вот эту историю когда приходят взрослые женщины и говорят о том что вот укалите мне там ботулотоксин а там ну как бы сначала нужно совсем другим работать и лицо уже все висит и все в заломах и вот я помню в свое время перед тем как первый раз я колола себе лоб потому что меня очень бесил этот лоб который там где-то к 30 начал кататься а мне сказали такую вещь что лучше уколи сейчас чем потом будут заломы которые ты уже не исправишь это правильно или нет правильно это профилактика в принципе если уже формируется заломы из-за двигательной активности или из-за мимических мышц это уже правильно делать профилактику допустим если есть мимика выражена но состояние покоя когда ты без мимики у тебя нет никаких полосочек заломов или морщиночек тогда еще не надо делать обратите внимание девочки на то что когда вам кажется что да я еще успею да потом то потом очень многие вещи вы так просто не решите потому что если уже у вас вот эти вот все заломы присутствуют свободном расслабленном состоянии то вы их уже потом с трудом сможете там заполнить и так далее так далее потому что мы все равно к этому приходим рано или поздно но вопрос в каком состоянии мы приходим и что потом нам могут сделать насколько нас спасти много лет начинался процесс старения из-за одну процедуру возобновить молодость это невозможно есть правильные показатели дабы перцаца делается минимум три подряд смысл вера лица это увлажнение нам надо восстановить баланс влаги в коже для того чтобы внутренние клетки создавалась такая среда которая дает возможность им размножаться и продуцировать уже внутреннюю эвроновую кислоту что можно а что нельзя делать период беременности ничего нельзя в принципе категорически нельзя почему беременности нам в принципе надо подходить осознанно если ты понимаешь что будешь беременеть тогда уже даже заранее желательно ничего не делать ну конечно если ты уже сделала через допустим месяц ты узнала что беременна выдохни выдохни ничего не случится почему принципе допустим если ботулотоксин мы вводим его в мышцы в принципе его цель это мышцы или под кожу но опять же диффузия идет в мышцы ботулотоксин связался и и по организму он не не распространяется но почему мы не будем вводить препарат беременным ни одна компания не гарантирует она не имеет права исследовать на беременных мы не знаем что может случиться скажи пожалуйста в период кормления такая же история не желать ну а теперь посмотри пожалуйста на меня и скажи сколько литров и чего ты бы мне порекомендовал употребить потребности или бютификации ну конечно мне бы хотелось совместить ну губы я обещала клятвенно не делать не будет смотри губы ж не обязательно тебе делать такие чтоб все об этом знали можно подчеркнуть свои не все губы можно сделать ну то есть можно сделать но допустим ты будешь улыбаться ты любишь улыбаться искренне широкой улыбкой оно будет растяется не всегда это будет красиво вопрос первый что вас беспокоит ну прежде всего ну во первых меня отпустил ботокс уже видно уже пишешь я уже так сколько времени прошло наверное уже полгода я начала видеть что меня реально опускается вот эта часть то есть я вижу уже вот по носогубной складочки на меня сюда с правой стороны такая была симпатичная начаться прямо уже чувствую вижу ну когда я делаю вот так я такая типа посимпатичнее и у меня стало очень тоже то что раньше я не видел это глаза конечно же потому что я вечный уставший собак не из чудо карандаш можно закраситься я могу тебе нарисовать что можно сделать ну что ж нам как и всем работаются в этом месте необычайно то есть я не знаю как и всем работаются в этом месте необычайно то есть мы трудно потому что все уходят на какие-то бесконечные праздники майские не майские другие роман и алена прокопчук владельца мастерской дизайнерской мебели ром роман занимается дизайном и производством алена продвижением и коммуникациями проживает в городе черкассы ребята пришли в шоу с целью повышения узнаваемости бренда мы поставили задачу придумать какую-то оригинальную идею с помощью которой могли бы выделиться и привлечь внимание а затем с помощью грамотного маркетинга делать так чтобы об этом узнала большее количество людей идея на которой мы остановились это сделать необычную яркую мебель используя понтон трендовые цвета которые привязаны каждому конкретному году данный момент мы ожидаем первые изделия лимитированной коллекции но мы активно продолжали готовиться к понтону у нас сейчас уже практически готов паспорт изделия написано легенда дизайнер работает над очень классной брошюрой которую все скоро увидят и изделие тоже на финишной прямой опору готов сверху начинаю поработать здесь нюансы с чехлом это коралловый цвет это девятнадцатый год а сверху мы еще будем продолжать работать как вы видите он выглядит пока странно сверху мы продолжать работать потому что мне не нравится пока то что получается в общем еще стиль это цвет десятого года класса очень очень неплохая ткань на самом деле а мы впервые да с ней работаем мы впервые работаем это какая-то максимально натурально ну мы работаем потому что я так понимаю еще по форме это выглядит не не так как как форме не так хотелось ну а копыри замечаний нет очень уже все красиво и хорошо все мы на финишной прямой смотри вот нет маленький заломчик есть что дает опускание до который к нам нужен лифт вот есть насослезная борозда это насослезная борозда она заполняется и урона кислотой дает незначительный эффект кроме того у днись кроме того можно сделать тут немножко ткани не хватает видишь ну как бы она есть но не хватает можно добавить щечку такую вот еще тебя пожалуйста скулы кроме того дает височная ямка вот это все уже дает лифтинговый эффект когда будут начинается брылью бывает у женщин такое висит у меня их нету можем допустим делать бютификаты чтобы их не было опять же ухо в челюсти точеный подбородочек и вот сюда растягивает вперед растягивает зад мы имеем вот острые челюсть мне ну вообще отлично снасти ничего не висит ни одной полосочки нет как-то вы что-то свой возраст наверное вам неправильно написали в паспорте я согласна потолотоксин колен сюда раз два три можно сюда мы выключили вот эти полоски когда коля эту часть часто не выключает вот эту маленькую часть и все туда вот так стягивается чтобы этого не было выключаем эту часть вместе с этим только маленькая доза почему они так как бы круги кажутся да круги это просто из-за того что кожа тонкость становится на все тоньше и тоньше просвечиваются наши сосуды потому что много сосудов задача уплотнить ткань и потом эти мои естественная красота наступает после этого а никто не увидит что что-то изменило можно конечно постараться так чтобы все изменилось но можно не стараться спокойненько короче а главное что вы должны увидеть что похорошела и послежала да и так тем временем я ожидала ответов от нескольких дизайнеров которые занимались у нас разработкой стиля ребрендинга для polaris а вообще конечно это такой очень сложный момент всегда потому что всегда тот кто создавал что-то ему это очень сильно нравится но для него является близким вот безусловно взгляд со стороны как вы часто знаете он немножечко является охлаждающим вот и сегодня я получила наконец-то от дизайнера который кстати быстрее всего рис реагировал быстрее всего выполнил задачу и мне понравилось как он выполнил задачу сейчас я хочу вам показать вот собственно сайт как он выглядит у нас мы видим логотип polaris таким образом он тут такой серенький и по-моему он он везде серенький ну вот так да вот как бы так это выглядит я на самом деле хотела и хочу увидеть гораздо более яркий сайт я вообще за яркости как мама для меня вот этот момент радости он очень важен и конечно же розовый цвет потому что женщины розовый цвет обожают поэтому я всегда за то что чтобы в любом детском бренде он в каком-то моменте присутствовал хотя ну возможно я не права но в общем так это выглядит сегодня что нам предложила дизайнер настя которым не очень понравилось очень быстро очень точно по тем задачам и заданиям которые ставила и я она предложила следующий вариант два цвета ключевых есть варианты но вот например желтый потому что она polaris а в инстаграме более выражен на сайте он вообще никак не выражен polaris вместо буковки с она предложила вот такой вариант туфельки вот обуви и различные вариации то есть это наброски с которыми можно работать вот которые как по мне достаточно прикольно стильно смотрятся выглядят и ну в общем их можно отрабатывать следом за этим она предложила ну вот она написала что для логотипа решила использовать имя polaris так как одна из основных задач сделать бренд узнаваемым и для маркетинга в данной ситуации будет легче работать с таким логотипом прочитав кто целевая аудитория я решила что лучше всего будет сделать минималистическое лого с деталью которая будет указывать на то что это бренд обуви ну как бы это подошва да просмотрев мудборды я поняла что бренд будет ярким и в данном ключе лучше использовать логотип в одном цвете однако в зависимости от фона могут использоваться следующие цвета желтый черный белый розовый то есть это достаточно популярная тема и я вообще например очень люблю универсальные логотипы которые мы можем которым мы можем менять цвета но при этом их узнаваемость будет классно не меняться вот но мы можем достаточно серьезно играть с цветом а для детства русских моделей любых это вообще очень классно потому что все таки с цветами детства должно ассоциироваться что-то яркое по моему личному усмотрению вот так она это увидела а вот моменты того как она это сделала этот я бросала и скетчи того как может выглядеть например инстаграм то есть достаточно вот ну как по мне ярко и собственно сайт она вставила логотипчик в сайт непосредственно ну сайт естественно будет меняться но просто показала как это выглядит вот я отправила это все олени и юре они оказались недовольны этой идеей вот сейчас только что прислали сообщение о том что они не хотят вообще менять логотип и поэтому мы решили вер точнее я решила дать им право заниматься этим вопросом самостоятельно работать если настя согласится и им захочется с настей продолжать найти любого другого дизайнера потому что тут знаете как бы все очень просто люди либо доверяют либо не доверяют если не доверяют и хотят сделать по-своему и по-другому и это все вообще не то а мне например нравится то значит имеют право делать это самостоятельно поэтому мы будем смотреть как ребята будут с этим справляться вот в принципе у меня все напишите пожалуйста понравились ли вам какие-то из этих идей для того чтобы я тоже мне интересно узнать ваше мнение обязательно оставляйте внизу комментарии так ну что ребят мы в общем-то приступаем уже непосредственно с теодором к творениям моим а но мы будем обязательно встречаться потому что я обещала рассказывать больше и сегодня хочется чтобы вы написали свои вопросы какие вам интересно вообще было бы поднять узнать что показать потому что ну тема серьезно достаточно а я внизу оставлю обязательно инстаграмм теодора в мой инстаграмм тоже заходите смотрите потому что я буду писать отчеты буду тоже рассказывать что происходит непосредственно со мной ну и вы сможете естественно смотреть на мое лицо теодор обещал что губы у меня не вырастут такие большие вот поэтому мы ждем ваших вопросов все что вам интересно будем образовываться ни в коем случае не надо сейчас бежать колодца или там что-то там плохо как-то на это реагировать мы никого не призываем наша задача вас образовывать а вы уже думайте принимайте решение что вы хотите в себе менять хотите ли вы использовать инъекции или мазаться кремами с надеждой чтоб пропитается но он чуть пропитывает чуть-чуть пропитается если пленкой перемотаться то будет лучше мы развалили на два с половиной и в зависимости от того как у нас есть шприцы на яму мы получаем так чтобы все видели что я не просто ушла мы тут творим с теодором над моим лицом все процессе и сегодня к нам приехала руси петриченко владелец сайта shop экспресс и сайт экспресс хочу чтобы ты подробнее рассказал нашим зрителям у тебя есть классная очень услуга которая мне очень нравится это мне они уже говорил это ну вообще мне кажется то что нужно каждому предпринимателю кто еще не в интернете почему потому что если у вас есть какой-то магазин какой-то бизнес вы что-то продаете и у вас еще до сих пор есть ну например у вас есть какой-то открыт магазинчик но вы это продаете только в магазинчике в интернете нигде не продаете то вы делаете полную полный вывод человека из оффлайна в онлайн и оцифровывать его бизнеса правильно все верно значит идея заключается в том что рано или поздно любой владелец оффлайн бизнеса ну пускай это будет какой-то не знаю ларек или павильон в каком-то торговом центре астробок в торговом за даже любой вариант и рано или поздно этот предприниматель задумывается о том как расширить этот бизнес первое что приходит в голову это открыть такой же в другом торговом центре и это в принципе неплохая идея но скажем так для того чтобы расти быстро нужно таких магазинчиков открывать очень много то что мы предлагаем как альтернативу это интернет-магазин но для людей которые вообще ничего там не понимают то есть услуга заключается в том что мы предоставляем интернет-магазин настраиваем сразу же канал трафика это google реклама google shopping оказываем поддержку и обучаем персонал здесь если приходит клиент и говорит мне нужно выйти онлайн условно он обычно так не говорят но тем не менее а как они говорят вообще ну вообще говорят мне нужный интернет-магазин и но на самом деле мало кто понимает что это всего лишь сам ли серии человек магазин не будет а маленькая часть все системы которые продают верно он не будет сам по себе это 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 заведомо убыточная штука поэтому к интернет-магазину нужно первое это персонал то есть минимум один человек его нужно обучить обучить как как с ним работать второе что нужно понятно сам интернет-магазин третье что нужно этот трафик без трафика в этом никакого смысла нет потому что если не туда никто не аналитика там там управление заказами имел рассылки какие-то смс до управление товарами и так далее и самое главное знаете что если у вас есть даже ларек какой-то у вас уже есть персонал да он там вернет в этом ларьке нифига не делает в телефон смотрит а когда вы ему даете просто дополнительное задание то получается денег вы не тратите но у вас появляется масштабирование потому что масштабирование в чем заключается в том чтобы больше трафика привели почему вы открываете например вторую точку в другом торговом центре потому что здесь трафик уже ограничен больше нету все вы открываете в другом торговом центре вас становится в два раза больше трафика то есть но для этого надо создать второй магазин а здесь вы создаете один интернет-магазин и уже туда нагоняете трафика вообще бесконечно здесь есть тонкости если сильно много на меня это это может быть стоит дорого но здесь надо нужно с умом подходить и самое важное масштабировать новые магазины открывать недорого да это я дороже и там аренду что же везде надо платить и платишь аренду в магазине в торговом центре за что за то что там трафик поэтому чем больше трафика тем больше аренды верно но когда у тебя в магазине ты можешь как бы ты хочешь не хочет и всегда платишь и здесь ты можешь там добавить трафика убавить трафика верно там каждый месяц аренду там отдай вот 500 долларов за квадратный метр в нормальном месте и все и все верно первый момент это персонал можно использовать тех людей которые есть их нужно обучить принципе что им нужно знать как обработать заказ как его упаковать отправить новой почтой или не даже то что вы делаете изначально смотри создать сам по себе магазин скомпоновать правильную я строю все верно под подвязать оплаты подвязать аналитику там врезать подключить все сервисы канала рано жены каналы трафика настроить и так далее и так далее и так далее все это и все это правильно сделать потому что если сами будете ковыряться что-то сделаете неправильно и у вас вроде бы все есть но но не работа она потом еще говорит на не работает а в интернете мира не продается все верно да как обычно всегда в интернете не работает бесполезно мы туда влили аж тысячу долларов и и одной продажи нету как бы не не в том вопрос сколько влить да то есть здесь вопрос в том как это все правильно построить можно бесконечно Идея заключается в очень-очень простом сервисе. Интернет-магазин, продвижение, реклама, поддержка. Предлагаем интернет-магазин, продвижение, поддержка, индивидуальная консультация. Делаем, делаем. Так, и оставьте заявку, расширенная поддержка. Ну, в общем, раз есть разные тарифы, я думаю, знаете что? Здесь вот оставим ссылку, сейчас вылезет, и эта ссылка будет вести на анкету. Вы заполняете анкету, заявка уходит Алексею, он с вами связывается, его сотрудники, выясняет ваши потребности и быстро калькулирует, вот и все. Не бойтесь, это не больно и бесплатно, по крайней мере. Ну, а если не захотите платить, то мы придем к вам домой и все равно заставим. Ну что, ребята, как вы заметили, наши выпуски начинают понемножку меняться. И, кстати, это неспроста, потому что в моей жизни тоже много изменений. И уже следующее воскресенье вы узнаете о том, что же происходит, и о самой главной новости, пожалуй, этого сезона, так что точно не пропустите. Ну, мы продолжаем работать. В ближайших выпусках вы будете видеть больше моей жизни, потому что знаю, что очень этого хочется, поэтому буду вам рассказывать, показывать. И к вам сейчас есть несколько предложений. Во-первых, хочу попросить написать тех людей, которые занимаются бизнесом, которые находятся в Киеве и смотрят меня, рассказать о том, чем вы занимаетесь. Отправьте, пожалуйста, на e-mail письмо. Вполне возможно, что я загляну к вам в гости. Это такой первый намек. Намек номер два – это 25 мая, погружение. Активно готовлюсь к этому тренингу. И сегодня за самый конструктивный комментарий, я не знаю, вдохновляющий, может быть, с какими-то самыми весомыми советами к любому из наших участников, или, может быть, со своими мыслями о нашей встрече с Теодором, с какими-то классными вопросами, обязательно сейчас буду отмечать своими билетами на пробуждение, потому что это будет круто. Кстати, если вы находитесь в разных городах, не в Киеве, вы организатор, имеете опыт такой, и хотите, чтобы я приехала с мастер-классом погружения в ваш город, обязательно нам напишите. Мы сейчас активно ведем переговоры с организаторами для того, чтобы приехать в максимальное количество городов и пробудить вас. Ну, что вам еще сказать? Весна приходит, и скоро будет лето, а значит, будем раздеваться, а значит, зажигалка будет жечь еще ярче. Пусть у вас будет отличное настроение. Не опускайте руки, если они опускаются, потому что что-то не получается. Получается у каждого, кто продолжает действовать, несмотря ни на что. Так что действуйте, ставьте лайки нашему каналу, не забывайте подписаться и следите, потому что будет интересно, интересно и еще интересней. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok